Вчера вновь уже во второй раз президент Кыргызстана Сорунбай Джинбеков подписал указ о введении режима ЧП на территории Бишкека. Ранее глава страны уже подписывал аналогичный указ, который должны были рассмотреть в ЖК. Однако на повестке дня этот вопрос даже не обсуждался. Президент принял такое решение, так как депутаты парламента не рассмотрели его прошлый указ о режиме ЧП в течение трех дней. Согласно закону, парламентарии должны одобрить указ о введении ЧП со стороны президента в трехдневный срок. Если же они этого не сделали, то документ не имеет силы. Введенный режим запрещает скопление людей и любые другие массовые мероприятия. Вместе с этим граждан также могут ограничить в использовании сотовой связи и выдворять, если они не проживают в столице. Также комендант запретил продавать алкоголь с 6 вечера до 9 утра, что в принципе многие маркеты стали делать за пару дней до приказа. А комендантский час в столице ввели с 10 вечера до 5 утра. К очень большому сожалению, страдают в первую очередь, как всегда, наши предприниматели, наши бизнесмены, потому что запретили еду на вынос, еда на вынос запрещена, поэтому они не могут работать на доставку еды. Это очень сильно сейчас начало бить по бюджетам наших предпринимателей, особенно ресторанного и бизнеса общепита. По решению комендатуры Бишкека во время комендантского часа разрешается передвигаться по городу сотрудникам муниципальных служб при наличии удостоверения. Разрешено работать такси и направляться в медучреждение по необходимости. Но если человек болен и едет в больницу, это, говорит, будет видно очевидно. И патрульная милиция, наоборот, будет помогать горожанам доезжать до больницы. Это четко и ясно сказал комендант. При этом ГУВД столицы сообщает, что за ночь 13 октября никто не нарушал общественный порядок, и комендантский час прошел тихо и спокойно. Однако горожане все-таки зафиксировали такие нарушения. После печальных и агрессивных событий, которые начались с 5 октября, горожане уже сами хотят тишины и мира. Пусть лучше будет временно так, пока окончательно все не разрешится, нежели мы будем в стрессе жить и бояться куда-то выходить. Да, необходимо. Данное время необходимо. Ну, пока все не наладится. Сейчас ситуация просто нестабильная, поэтому многие опасаются. Да я не вижу, нестабильность. Все тихо, нормально. Мне кажется, освободил бы трон и все бы успокоилось. Согласно указу президента, новый режим ЧП действует с 8 вечера 12 октября до 7 утра 19 октября. Вооруженные силы, сотрудники милиции, народные дружинники совместно обеспечивают общественную безопасность. По периметру города выставлены блокпосты для предупреждения пресечения проникновения возможных криминальных и экстремистских элементов.